В Северском районе состоялся ежегодный отчет главы Северского района в рамках открытой сессии Совета. В Доме культуры поселка Афибский собрались жители поселений, представители организаций и учреждений муниципалитета, представители депутатского корпуса, духовенства и казачества, чтобы подвести итоги 2019 года. С отчетом о проделанной работе за прошедший год выступил Адам Джерим. Он подвел итоги экономического социального развития, отметил наиболее яркие события и достижения в жизни муниципалитета. Районный руководитель рассказал о планах на текущий год. В 2020 году Северский район примет участие в 10 государственных программах Краснодарского края. Планируется привлечь 300 миллионов рублей из региональной казны. В 2020 году уделят внимание развитию инфраструктуры, сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности, сферы услуг, ремонту дорог и другим насущным вопросам. После отчета участники открытой сессии смогли задать районному руководителю и районным специалистам волнующие вопросы. На встрече подняли проблему качества воды. Жители района поинтересовались, планируется ли в новом году работа по замене сетей водоснабжения. Проблема воды, она остро стоит в нашем районе. Ну, надо сказать правду, что трубы старые. И благодаря политике губернатора, благодаря программе, которая работает и будет работать в этом году, значит, мы ежегодно меняем 5% от общей километража, которая у нас в районе. По-моему, более 650 километров водопроводной сети. И в этом году это будет работа продолжена. Уже некоторые поселения занимаются, поэтому контрольный срок 1 октября. Нам надо поменять больше 30 километров. Жители шабановского сельского поселения волнует проблема с подключением к высокоскоростному интернету. На три года разработана программа и Ростелеком уже в прошлом году, значит, провел интернет. В этом году у вас будет интернет. На встрече обсудили сферу здравоохранения. Жители задали вопрос о пополнении автопарка скорой медицинской помощи. В этом году планируем приобрести машину для неотложной скорой медицинской помощи, потому что очень много вызовов на себя стягивает неотложка. И когда мы сможем организовать эту работу, мы сможем ее организовать в этом году, нагрузка на скорую упадет, и мы организуем таким образом, чтобы на все экстренные вызыва скорая приезжала до 20 минут. На сессии подняли проблему закрытия военкомата. С недавнего времени из-за оптимизации призывникам Северского района приходится ездить на медкомиссию в Абинский район. То, что решается в Министерстве обороны, ну, это не наша компетенция. Но я попрошу и Андрея Александровича, и Сергея Юрьевича, и депутаты, мы еще раз продублируем это письмо для того, чтобы просто еще раз сказать свое отношение к этому. Я за, чтобы военкомат был в нашем районе, потому что это проблематично. Дети ездят туда, значит, мы организовываем поездки там, комиссию проходить. Но когда он рядом, под боком, лучше. Поэтому я думаю, что нас услышат. Еще раз это все продублируем. В рамках открытой сессии выступили представители краевой власти. О работе за отчетный период отчитался Совет депутатов. Продолжилась открытая сессия торжественным вручением благодарственных писем за вклад в развитие Краснодарского края от администрации региона. Подвел итог встречи глава района Адам Джарим. Я хочу просто сказать огромное человеческое спасибо тем, кто рядом со мной постоянно. И депутатскому корпусу еще раз повторяю. За эти годы мы работаем в тандеме. У нас нет какой-то партии отдельной или какого-то человека, кого мы выделяем. Есть одна партия. Это жители северского района. С их проблемами, моментами в жизни. 123 тысячи населения. Это наша большая семья. Вот наша партия. Мы должны о них заботиться и делать так, чтобы с каждым годом, с каждым днем в районе было комфортнее, удобнее, чище. И тогда, естественно, любая власть, любая должность, она рано или поздно заканчивается. Уходя с этой должности, каждый из нас должен оставить за собой полный багаж добрых дел и признания людей. По результатам открытой сессии, работа главы и Совета муниципального образования Северский район признана удовлетворительной.